В эфире телеканала ННТ Новости Дагестан с наиболее значимыми событиями. Вас ознакомят мои коллеги и я, Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! В начале выпуска по традиции короткий анонс. Топливо на вес золота. В Дагестане вновь зафиксирован рост цен на автозаправках. Не только моральная и финансовая, но и физическая. Клиника в Махачкале готова бесплатно протезировать пострадавших после трагедии в Кумтар-Калинском районе. Пятничные проповеди от муфтиев со всей страны. Делегация духовных лидеров прибыла в Дагестан для участия в Вечере Корана. Полтора миллиона рублей победителю. Федерация бокса России учредила внушительный призовой фонд. Подробнее в спортивном блоке новостей. Наш регион снова антилидер. Бензин в республике подорожал к августу. Как сообщает канал «Экономика Дагестана», цены на автомобильное топливо в республике за июль выросли на 6%. Так, бензин 92-й марки вырос в цене почти на 4 рубля. Впрочем, это не единственный вид топлива, где замечен скачок. Несколько раз за месяц подорожали и бензин АИ-98 и АИ-95. Меньше всего рост пришелся именно на газ и дизель. Около 200 заявлений от пострадавших в результате взрыва поступило в комиссию по приему граждан. Об этом сообщает Министерство труда республики. Ранее руководитель профильного ведомства Мурат Казиев ознакомился с работой службы и провел обход поврежденных строений. Подробнее в сюжете моей коллеги Камилы Мехтихановой. Заявления от пострадавших продолжают поступать. Параллельно к приему граждан специалисты проводят обходы и по полученным заявкам. Так и определяются самые нуждающиеся. Им и будет оказана первоочередная помощь. У меня пострадал дом. После взрыва прилетела плита. Есть повреждения, пробило второй этаж. И мы сегодня целый день с ребятами ходили, ездили по администрациям, по городским. И нас направили сюда, приехали сюда и нам сказали, что выплаты будут на здоровье и на жилье. Самое главное – терпение и здоровье близким, кто потерял своих родных. Очень искренне соболезную. Впоследствии взрыва пострадали не только жилые дома, но и коммерческие объекты. Ранее власти анонсировали, что отсутствие документов на недвижимость создает дополнительные проблемы для возмещения ущерба. Однако, Мини-имущество и Росреестр обещали помочь пострадавшим гражданам зарегистрировать право собственности. Кроме того, Министерство труда Республики активно консультирует людей и по возможным социальным выплатам. Наши удержения должны будут выявить нуждаемость в тех или иных услугах. Оформление пенсии по потере кормильца, помощь в социальных пособиях. Должны оказать комплексную поддержку. На данный момент известно, что более 400 строений пострадало в результате взрыва. Большинство из них – жилые дома. Камила Мехтиханова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ. В это тяжелое время многие оказывают поддержку пострадавшим. Кто-то финансово, кто-то морально, а кто-то теперь и физически. Одна из частных махачкалинских клиник запустила благотворительную акцию по бесплатному протезированию конечностей. Как быстро можно помочь людям восстановить утраченные функции, и есть ли уже обратившиеся, узнавали наши корреспонденты. Это вот ребенок, который полностью лежащий, который не может самостоятельно ничего делать. Он может сесть, вставить и ходить. Помогать здесь намеренно и детям, и взрослым. Руководство клиники по протезированию не смогло остаться в стороне, услышав о последствиях трагедии. Многие пострадавшие, пережившие ампутацию, нуждаются в том, чтобы как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Чем раньше мы начнем протезировать пациента, тем сроки восстановления у нас сократятся. То есть наша цель – это протезировать пациента сразу после соживления ампутационной культи. Как правило, такой человек не теряет навыки ходьбы, он быстрее адаптируется и восстанавливается. Поэтому суть акции самой – это экстренное именно протезирование конечностей, чтобы не терять ни время на эти бюрократические все моменты. Изготовят, установят и научат пользоваться. Активная жизнь после ампутации возможна. Пострадавший после взрыва на бесплатной основе сможет получить протез любой конечности, любого типа, после обращения в клинику Ортомотус. Ну, ограничений как таковых там практически нет, потому что все будет зависеть от уровня ампутации конечностей. Мы уже от уровня ампутации будем решать, какое именно изделие для него изготавливать. То есть там противопоказаний практически нет никаких. Мы можем адаптироваться к любой уровню ампутации. Специалисты говорят, что человек, переживший ампутацию, сможет не только выполнять простые бытовые действия, но и даже не лишиться любимого хобби. С такими протезами, которые предлагает клиника, возможно, впоследствии даже занятий спортом. Пока, как отмечают медучреждения, никто из пострадавших не обратился. Возможно, кто-то даже и не в курсе. Поэтому важно, чтобы облаготворительные акции узнали как можно больше людей. Протезирование процедуры дорогостоящие, но в данном конкретном случае она абсолютно бесплатна. И к другим темам. По улице Московской в Махачкале стартовали работы по прокладке ливневой канализации. Долгие годы этот участок подвергался подтоплениям во время дождей, в результате чего часть стоков попадала в канал Октябрьской революции. На данный момент протяженность обновленного трубопровода составляет более 150 метров. После окончания работ планируется капитальный ремонт улицы. Для решения данной проблемы мы укладываем трубы диаметра 1000 миллиметров на протяженность всей улицы. И в принципе, если мы эти работы завершим, у нас проблема подтопления и улицы, и попадания стоков в канал Октябрьской революции будет решена. Очаги заражения американской бабочкой-вредителем обнаружили в парках и скверах Дербента и дагестанских огней. Этот паразит очень быстро размножается и поражает плодовые деревья. Такая бабочка может повредить более 250 видов растений, уничтожая их листву и приводя к гибели. Излюбленными культурами для них являются айва, вишня, слива, груша, яблоня, виноград, грецкий орех и другие. Главам муниципальных образований были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии необходимых мер по локализации и ликвидации карантинного объекта в соответствии с федеральным законом о карантине растений. В Дагестан прибыла делегация муфтиев из пяти регионов России для участия в Богословской конференции и Вечере Корана, организованном в Кизляре. Почетные гости провели в городах и районах республики пятничные проповеди на темы касательно уважения к родителям, к старшему поколению, воспитанию молодежи в духе нравственности и патриотизма. Также в Дагестан для участия в Вечере Корана прибыл всемирно известный проповедник, прямой потомок пророка Хабиб Хусейн Ас-Сакав и известный чтец Корана Римзи-Эр. Рабочая поездка арабских гостей началась с участия в проповеди на утреннем намазе в центральной джима-мечети Махачкалы и пятничной проповеди. Более подробно о конференции расскажем в нашем следующем выпуске. Мы любим Дагестан и с большой радостью сегодня прибыли. Дагестан – это то место, которое любит Аллах, которое окружено милостью Аллаха и его ангелами. Здесь Нур Всевышнего, а как иначе, ведь здесь любят носителей Корана, ученых, богословов, шейхов и праведников. В муфтияти Дагестана прошла встреча муфтия республики шейха Ахмада Афандзи с духовным лидером Луганской народной республики Эльдаром Гамбаровым. Гость прежде всего передал шейху приветствие от всех мусульман ЛНР и поблагодарил за предоставление путевки на святые земли, а также за то, что есть возможность перенять ценный опыт у духовного лидера Дагестана в организации духовной работы и развитии ислама. Для нескольких детей из Луганской и их родителей сотрудниками муфтията был организован отдых на Каспийском побережье. Со всеми сотрудничать, брать опыт, пример, потому что оно видно, развитие ислама на республике Дагестан. То есть есть чем научиться, получить... В целом в России, что касается ислама, я думаю, в других странах такой свободы, я думаю, нет. Кто хочет исповедовать, ему все возможности даны. Я в любом случае рад был сегодня с вами встретиться. И у меня единственное было пожелание – это приехать и поблагодарить вас за вашу именно организацию этих дел, которые вы совершаете на пути Аллаха. Теперь о спорте. Дагестанские тейквондисты показали лучший результат на всероссийском турнире в Каспийске. Соревнования во Дворце спорта имени Али Алиева собрали около 600 спортсменов из 27 регионов страны. Они разыграли 56 комплектов наград в самых разных возрастных группах. Подробности у Курбана Рагимова. Динамика, креативность и зрелищность. Еще на предварительной стадии тейквондисты показывали зрителям всю красоту своего вида спорта. На татаме один из фаворитов соревнований среди младших юношей – Алексей Павлов. Одержав очередную разгромную победу, школьник из города Шахты Ростовской области подтвердил свой уровень. В прошлом году из-за санкций он не поехал на первенство Европы. Теперь придется пройти этот путь сначала. Готовился я довольно серьезно. Это для меня почти как первенство России. В первом раунде я чуть-чуть суетился. Но потом мне сказал тренер, что надо перебороть себя и идти только вперед. Юноши, юниоры и взрослые из своей состава в Каспийск привезли команды из 27 регионов. Турнира по тейквондо такого масштаба в Дагестане пока еще не было. Также новый импульс развитию этого вида спорта придает последние успехи наших атлетов. По итогам юношеского первенства страны на поездку на мировое первенство претендует 8 воспитанников республиканских спортшкол. Каждое всероссийское соревнование, они дают свой рейтинг. У нас есть рейтинг, он дает свой рейтинг. Это если взять юноши и юниоров. Для взрослых это уже этап подготовки к чемпионату страны, который пройдет у нас в сентябре. Такой рывок, как большой спорт, потому что где дерутся именитые сильные спортсмены, таких шансов мало бывает. Надо куда-нибудь выехать, не знаю, или в Питер, или в Казань, или в Москву. Это дополнительные большие расходы именно для нашей команды. После почти полутора лет ограничений на международной арене, здесь спортсмены могут пройти серьезную проверку и быть в обойме. Осенью Каспийск примет еще один крупный турнир – чемпионат России по паратэквондо. Вы посмотрите, сколько здесь детей, девочки, мальчики, сколько улыбок, сколько радости, знакомства с разных регионов, друг с другом знакомятся. Это праздник. Ребята стараются, у них все время сборы, турниры, весогонки, и чтобы пустую это все не прошло, можно внутри проводить хорошие турниры, чтобы ребят тоже, как положено, как сказать, да, мотивировать. Их надо поддержать, надо спортсменов. Если такого не будет, им неинтересно будет заниматься, прямо скажу. Для многих участие во всероссийском турнире – это не только возможность проявить себя в поединках с лучшими тэквондистами страны, но и хороший повод приехать в солнечный Дагестан. Некоторые команды в преддверии соревнований провели здесь учебно-тренировочные сборы. Я в первый раз в Дагестане, мне очень понравилась гостеприимная республика. Мы провели 10-дневный сбор тренировочный, по две тренировки в день вот к этому турниру. И вот сейчас выступаем здесь, как бы на этом турнире тоже в первый раз. Планируем в следующем году тоже приехать, потому что очень все понравилось, тренировки, еда, море, природа, все очень замечательно. По итогам двух дней турнира в ней конкуренция оказались хозяева татами, сборная Дагестана. На второй и третьей строчке в общем зачете команды из Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Каспийск. В Каспийске также прошел заключительный этап открытого турнира по пляжному волейболу. В спор за победу сошлись 14 команд. Для горожан, а также для гостей из разных уголков региона, эти соревнования стали хорошим поводом для знакомства и укрепления дружеских отношений. В ходе турнира всех участников ждали угощения. Минусов никаких нет, только плюсы во всем. Сплоченность, дружба, знакомство новое, здоровый образ жизни. Только так. Если мы так не будем, Дагестан, вы знаете, спортивная республика. Только так мы что-то можем сделать. Лучше других на площадке себя проявил коллектив молодежи из Каспийска, серебро и бронза у команд Ривьера Каспия и Галатлинцы. Победители получили кубки, медали и денежные призы. Инициатором турнира выступило духовенство Каспийска. Содействие в организации оказал фонд Инсан. Основной целью этого мероприятия – это объединение братских связей. Хочу выразить благодарность всем участникам этого турнира. Также хочу выразить благодарность председателю Совета Имама Мураду Исмаилову, который поддержал этот турнир и сам лично профинансировал это мероприятие. Это будет наш не последний турнир, и мы все больше будем проводить такие мероприятия. Очень довольны многие организационными моментами, на высшем уровне все прошло. В прошлый раз меня не было, сказали, что так же было. Очень доволен, что поддерживают молодежь. Это очень важно на сегодняшний день. Думаю, это большое дело. Полтора миллиона рублей победителю Федерация бокса России учредила внушительный призовой фонд для обладателей золотых медалей главных внутренних соревнований. Чемпионат страны стартовал сегодня в Хабаровске и продлится еще неделю. Дагестанскую команду представляет 21 спортсмен. Всего же на ринг выйдут 370 спортсменов из 66 регионов страны, которые разыграют медали в 13 весовых категориях. От участия в турнире освобождены первые номера российской сборной, недавние триумфаторы чемпионата мира Шарабудин Атаев и Муслим Гаджимагомедов. Имена чемпионов страны станут известны 26 августа. И на этом у меня все. В студии работала Лориана Шумхалаева. Смотрите наши новости в социальных сетях. Всего доброго, хороших вам выходных и до скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok